Комбинат Не нарушая традицию, металлурги сегодня в лице первого прокатного цеха в ночь в 22.00 прокатали 55-миллионную тонну проката горячего, который посвящен этому празднику. 55-миллионная тонна стали не только гордость металлургов. Благодаря развитию ОМК расцветает и город, и весь регион. Так что первые награды от правительства и думы Белгородской области. Генеральный директор компании «Металл Инвест» Андрей Варичев удостоен высшего знака отличия Белгородчины. Прохоровское поле, третье ратное поле России, третьей степени. Его первый заместитель, директор по производству Андрей Угаров, первой степени. ОМК сегодня это системообразующее предприятие с огромными производственными традициями, культурными традициями, с огромной школой подготовки, с огромной школой кадров для всей экономики, да и всей системы жизни и деятельности Белгородской области. И самое главное, что ОМК это школа будущего. Это проекты, которые сегодня реализуются, проекты, которые задуманы на перспективу. Это значит, что комбинат будет процедать десятилетия и столетия дальше. Большим проектом, проект освоения космагнитной аномалии и строительства в Белгородской области горно-металлургического комплекса. Что он дал в Белгородской области? Наверное, точно не только индустриальный кластер и точно не только отчисление в бюджет, а самое главное, что он всем дал, это особенных людей. Потому что вот те самые большие проекты, они позволяют получить чувство сопричастности к ним и пережить и напряжение огромное, большое, но и чувство победы огромное и большое. Металлурги, наверное, одни из самых счастливых людей, так как чувство побед они испытывают регулярно, чувство производственных побед. И эти достижения они готовы разделить со своими друзьями и коллегами со всей России и многих стран мира. К нам приехали наши гости из Бекабарта, узбекского медкомбината. Вы представляете, в какую даль они ехали? Где гости? Вставайте! Вот они, вот они! Дальше друзья, товарищи! А еще друзья из группы Хамрия Стил, Объединенные Арабские Эмираты и Тенова представительства в 22 странах мира. Город-побратим Зальцгиттер и одноименная сталилитейная компания, с которой ОМК связан с самого своего основания. Отношения ОМК и компании Зальцгиттер начались 45 лет назад с подписания контракта о строительстве электрометаллургического комбината в Осколе. В 1992 году начались переговоры о строительстве нового стана 350, а в 1995 году было подписано соглашение о строительстве, и Зальцгиттер выступил в данном случае в роли покупателя. Это соглашение действует и до наших дней в области автомобилестроения и производства бесшовных труб. С 1992 года с помощью компании Зальцгиттер ОМК поставил более 3,5 миллионов тонн различного сортового проката на мировой рынок, а всего вы поставили около 5 миллионов тонн. За это вам большое спасибо. Благодаря каждому работнику ОМК оскольская сталь известна во всем мире. Продукция комбината – одна из визитных карточек России. Оскольский комбинат – это поставки для машиностроения, поставки автопрому. Это, безусловно, все ответственные детали, которые используются в ходовой, в тормозной системе, обеспечивают безопасность. Безопасность не только в автомобильном транспорте, но и на транспорте в целом, потому что мы являемся производителями пружинных сталей. И на сегодняшний день, я думаю, что представить отечественное машиностроение без оскольского комбината электрометаллургического невозможно. Но наша сталь работает в подшипниках, а это очень высокий уровень требования, который производится такими мировыми лидерами, как Шафлер, РСКФ и европейская подшипниковая компания. Во всем отечественном и мировом машиностроении есть доля нашего участия, есть детали, сделанные из стали оскольского комбината. Компания «Металл и Инвест», опираясь на надежный коллектив оскольских металлургов, строит грандиозные планы, начинает развивать прорывные проекты. Планируется новая печь мощностью порядка полутора миллиона тонн. Мы понимаем, что нужна дальнейшая обработка металла, вот то качество, которое Андрей Владимирович сказал. Поэтому нужен еще новый окос, думаем еще о новом вакууматоре. Большие программы развития именно как в общем ОМК, так и в частности СПЦ. Все шаги, которые там предусмотрены, они позволяют нам не только поддерживать наше сегодняшнее состояние на рынке, но и увеличивать наш круг продаж нашей продукции. И уверен, что эта программа позволит нам выйти на очередной более высокий уровень, как по объему, так и по качеству, пускай по продукции. Успехи комбината – это имидж России. ОМК по объемам производства занимает седьмое место в стране. Оскольский электрометаллургический комбинат сегодня в России самый динамично развивающийся комбинат во всей черной металлургии. Поэтому позвольте выполнить почетное поручение министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Владимировича Мандрова и зачитать его личное поздравление. ОМК – мировой лидер в производстве высококачественной стали, ведущий производитель и поставщик металлургической продукции. Желаю всему коллективу предприятия крепкого здоровья, хорошего настроения и новых производственных успехов на благо нашей Родины. В Старом Осколе благодаря работникам комбината рождаются масштабные социально значимые проекты. Компания «Металл и инвест» заботится о благополучии всего города. ОМК и город – это единый организм. У нас единые цели, у нас единые задачи. Вы не только являетесь основным налогоплательщиком, это будет, наверное, неправильно сказать, только образующие предприятия и те проекты, которые сегодня реализуются, и были ранее многочисленные проекты, которые реализованы, которые в перспективе будут сегодня для города делаться. Конечно, это, наверное, радует и наших жителей. Они чувствуют поддержку, чувствуют опору. Я скажу, что это отрасли и образования, и здравоохранения, и физической культуры, и спорта. Они на должном уровне. Сегодня в рамках корпоративных программ компании «Металл и инвест» ОМК поддержатся. Есть замечательные результаты, и мы этому радуемся. Почетные грамоты губернатора, звание ветеран труда ОМК и почетный металлург, медали за заслуги перед землей Белгородской, благодарности от Минпромторга и Облдумы, грамоты от Горно-металлургического профсоюза России. Только в этот день награды получили более сотни металлургов, а всего в честь профессионального праздника были поощрены 650 работников комбината. Получать награды очень волнительно. Лучше даже пару смен отработать. Здесь, когда на тебя смотрят все руководство комбината, гости, ощущаешь волнение, конечно. Мне уже 43 года, двое детей. Я понимаю, что главный комбинат для меня – это стабильность. Отец ветеран ОМК, мама работала шлифовальщицей в электрострелеповильном цехе. Ну и как-то я связался с этим судьбой. И на протяжении уже 20 с лишним лет считаю, что стабильность – это самое главное. Работаю я с 1987 года. Я пришел с лесарем-ремонтником четвертого разряда, сейчас у меня седьмой разряд. Награды для меня неожиданно, не ожидал абсолютно. Стараюсь свою работу делать грамотно, профессионально. Что для вас комбинат? Ну, комбинат еще мама моя строила, она была строителем. Ну, так вот получилось. Ну, комбинат для меня что-то. Ну, можно сказать, дом родной. Потому что я пришел сюда, мне еще 25 лет не было. Сейчас уже мне вот 57 лет. Практически всю жизнь я проработал здесь, уже, как говорится, сроднился с ним. Они все сроднились с ним. Они все преданы комбинату. Это не только стабильная работа, зарплата, социальная защищенность. Это нечто большее. Металлурги Оскола, металлурги ОМК. Стиль жизни – настоящее дело. Скромно и с достоинством. Продолжение следует...